Иное измерение русской культуры. Дмитрий Васильевич Григорович Встреча Рассказ Читает Евгений Бразов-Бружковский На днях, часов около четырех пополудни, И, выходя из своей квартиры и готовясь опустить ногу на первую ступень лестницы, я столкнулся почти нос к носу с господином, который, окинув меня любопытным взглядом и приподняв слегка цилиндр, проговорил, улыбаясь, «А я к вам». Будь этот господин моложе, я бы извинился под первым предлогом и попросил бы его отложить посещение до другого раза. Но его белая борода, тощее морщинистое лицо и, особенно, одышка, показывавшая, как трудно было ему подняться на лестницу, остановили меня. Я отворил двери квартиры и просил его зайти. Когда незнакомец сбросил с плеч довольно истертую шубенку, передо мной обрисовалась длинная костлявая фигура, близко напоминавшая классические изображения Дон Кихота. Стою, однако, разницей, что вместо рыцарских доспехов на незнакомца был фраг, белый галстук и черные узкие панталоны, придававшие его ногам еще больших длины и сухощавости. На ходу он неизбежно должен был в них запутываться. Незнакомец торопливо освободил голову от цилиндра, причем его белые сухие волосы поднялись торчмя, как будто их толкнула скрытая внутрь пружина. Его маленькие мигающие глаза ни на секунду не отрывались от моего лица, отыскивая на нем, вероятно, впечатление, сделанное на меня неожиданным посещением. Я предложил ему войти и указал кресло. «Вы, я вижу, меня не узнали», — проговорил он мягким, задобривающим голосом и по-французски. Наружность незнакомца принадлежала к числу тех неопределенных физиономий, которые забываются час спустя после того, как их увидишь. Кажется, всегда как будто встречаешь их первый раз. «Признаюсь», — отвечал я, — «не могу вдруг припомнить». «Помиров». «Па-ми-ров», — проговорил гость, отчеканивая каждую букву и всматриваясь в меня еще пристальнее. На губах его мелькнула кисловатая улыбка человека, желавшего произвести некоторый эффект, но не достигшего цели. Фамилия его действительно не произвела на меня ожидаемого действия, но едва коснулась моего слуха, память моя мгновенно прояснилась, и я узнал в гости старинного, очень старого знакомого. «Но прежде чем продолжать беседу с господином Помировым, необходимо коснуться времени, когда мы первый раз встретились. Если считать с настоящего дня, этому будет не более, не менее как сорок лет». «Да, сорок лет тому назад». У Помирова вместо совершенно белых строптивых пучков на голове велись тогда белокурые, всегда раздушенные волосы, тщательно разделенные на две половины безукоризненным пробором, операция для которой каждое утро являлся француз-парикмахер. Он и тогда, помнится, имел привычку закидывать назад голову, причем прищуривался с видом плохо скрываемого пренебрежения, когда входило незнакомое лицо, не принадлежавшее его обществу, как он выражался. При первом знакомстве с такими лицами он имел обыкновение подавать только два пальца, и, помню, раз или два ему порядочно за это досталось. Но уроки такого рода ничему не служили. Они, напротив, как бы прибавляли ему спеси, заставляли быть осторожнее, строже к выбору новых знакомых. Он был насквозь проникнут высоким мнением о своем роде, о самом себе и своем положении в свете. Род Памировых не принадлежал, однако же, к числу именитых древних родов. Ни одно лицо этого рода ничем особенно не отличилось на каком бы то ни было поприще, а хотя бы и отличилось, глупо было бы этим гордиться, не имея лично за собой никаких заслуг. Отец его известен был только тем, что благодаря участию в откупах приобрел хорошее состояние. Но тут, опять-таки, гордиться было нечем. Высокое мнение о себе и своем положении в свете объяснить было так же трудно. Оно основывалось главным образом на том, что он находился в числе маленьких и малоспособных чиновников канцелярии иностранных дел. Отсюда, может быть, почерпнул он мнение, что всякий переступающий порог этой канцелярии должен считать себя отмеченным особым преимуществом юношей высшей пробы, совершение во всех отношениях остальных чиновников Российской империи. Он даже прямо высказывал нам такое мнение, прибавляя, что порядочные люди могут служить только в иностранной канцелярии. Помиров не замедлил сделаться в нашем кругу предметом забавы и мистификации. Ему, шутя, говорили «Послушайте, Помиров, вы с некоторых пор стали что-то поздно являться в канцелярию. Смотрите, министр это заметил. Он недоволен». «Фю-фю, желал бы я знать, он-то что делает?» С улыбкой пренебрежения возражал Помиров. Это не помешало ему почувствовать себя на высоте блаженства, когда министр, встретив его однажды на улице и узнав в нем своего чиновника, ласково кивнул ему мимоходом. Свидетель этой встречи, также служивший в канцелярии, рассказывал, что ничего не могло быть потешнее, как наблюдать, с каким самодовольным видом Помиров продолжал потом свою прогулку, как гордо оглядывал всех, попадавшихся навстречу. «Знаете что, Помиров», уверяли его в другой раз, «носятся слухи, вас хотят представить в камер юнкеры». «Да, да, слышал», отвечал он, приосаниваясь, «об этом начинает болтать в городе». Кто-то из нас, шутя, отдаваясь самым сувозбродным мечтаниям, выразил желание сделаться со временем министром просвещения. «Вот чего захотели», вмешался Помиров. «Об этом даже я не позволяю себе мечтать». Говорили при нем об итальянской опере и восхищались пением Марио. «По-моему», сказал Помиров, он унизил себя, сделавшись певцом. Ему не следовало забывать, что прежде всего он граф Кандия. В жесточайшие морозы он выходил гулять не иначе, как с цилиндром на голове. Он уверял, что шапки и картузы носят только хамы. Он находил возможным посещать только балет и французский театр. Садился всегда в первый ряд, умышленно запаздывал к началу представления, являлся во фраке и белом галстуке, подражая джентльменам, отправляющимся после театра в светские гостиные, и не подозревая, конечно, что то же самое проделывают биржевые зайцы и маклеры, желающие, чтобы их также приняли за светских людей. Он в руки не брал русских книг, читал исключительно французские романы и, помнится, отзывался о Диккенсе, начинавшем тогда сильно распространяться, как о вульгарном писателе, которого не читают в Англии в высшем свете. Памиров определился в иностранную канцелярию по протекции. По протекции мог также быть со временем назначен в какое-нибудь посольство, что немало не помешало бы ему оставаться таким же глупым и пошлым фатом, как прежде. Несколько месяцев спустя, после нашего знакомства, я уехал в деревню, потерял его из виду и совершенно забыл о его существовании. Прошло лет двадцать. Гуляя однажды в конце зимы по Большой Морской, я встретился с юным Энн, сыном моего приятеля и соседа по деревне. Приехав накануне из Москвы, он шел отыскивать мою квартиру. После первых приветствий и объяснений, я обратился к нему с вопросом, как поживаете? Как проводите время в Белокаменной? Прошлую зиму жилось особенно весело, отвечал юный Энн. Танцевали до упаду. Балы были почти каждую неделю. У кого же? Сколько слышно в Москве, балы дает теперь только губернатор. Да и то один в зиму. Большие барские дома, в которых прежде пировали, почти исчезли. Из владельцев одни переселились в Петербург, другие перебрались за границу, продав свои чертоги богатому купечеству. Веселитесь вы, стало быть, у этих последних. А Памиров? Воскрикнул Энн. Какой Памиров? Вы, кажется, прежде о нем рассказывали, когда бывали в деревне у отца. Помню, помню. Разве он так богат? Очень богат, подхватил Энн. После смерти отца и вскоре затем кончины матери, он, как единственный сын, получил в наследство более двух тысяч душ и еще сколько-то денег, не помню цифры. Его предлагали выбрать в уездные предводители, но он хотел быть выбран в губернские. Не поладил с дворянством, оставил деревню, переехал в Москву, женился на красавице, но они не сошлись с характерами и вскоре разъехались. Вообще говоря, нравом он не то чтобы ужасно горд и тщеславен, но балы дает отличное. К концу всегда великолепный ужин, супер-асси, на маленьких отдельных столиках. Перед каждой дамой непременно букет ландышей. Трюфли, величиной с яблока, заливные стерляди, чуть ли не варшин. Оркестр отборный, прислуга в чулках и башмаках, словом, полное великолепие. Сам хозяин не отличается особой любезностью, холодно учтив и только. Во время танцев и ужина не принимает почти участия, расхаживает, закидывая голову, неимоверно важен. Очень, знаете, напоминает принцев в балетах. Над ним все втихомолку подсмеиваются, но ездят к нему, потому что у него единственное место, где встречаешься со всеми и где можно веселиться и ужинать. Заключение юного Н нисколько меня не удивило. Я успел уже приглядеться к нравам и обычаям так называемого света. Я знал, что лица, приглашенные на бал, обед или ужин, чаще всего принимают в соображение не столько достоинства гостеприимных хозяев, сколько удобства их дома и качества их повара. Прошло еще двадцать лет. Вас удивляют такие огромные скачки? Они кажутся такими большими сравнительно только с краткостью человеческой жизни. Впрочем, самая жизнь кажется короткой. Доказательством ее продолжительности служит то, что по истечении сорока лет я и Памиров встретились, правда, жестоко пострадавшие от времени, но настолько еще бодрые, что я не мог забыть Памирова, а он со своей стороны нашел возможным потрудиться отыскать мой адрес и взобраться на мою лестницу. не могу определенно сказать, что именно ощущал я при виде свидетеля моей юности и даже ощущал ли что-нибудь. Не знаю, случалось ли вам встречаться с лицами после полувековой разлуки и с тех пор, как сидели с ними на школьной скамье или расстались с безбородыми юнцами и неожиданно сталкиваетесь с совершенно уже седыми и лысыми. Какие чувства пробуждают у вас такие встречи? Все зависит, не правда ли, от прежней, более или менее тесной связи, от воспоминаний и впечатлений, оставленных той или другой личностью. К тому надо прибавить воспоминания и впечатления, отдаленные от нас пятью-десятью годами, утрачивая свою ясность, значительно ослабляют занимательность. Но если при всем напряжении памяти встречаемое лицо ничего ровно не напоминает о минувшей связи, тогда что? Тогда надо признаться не только ничего не чувствуешь, но даже испытываешь чаще всего нестерпимую скуку. Скука рождается особенно при встрече двух противоположных типов, чересчур бойкого или слишком уж сентиментального и робкого. Первый несравненно хуже. Вы идете по улице. Перед вами неожиданно останавливается в упор господин раздражающийся громким хохотом и восклицает «Ба! Ба! Ба! Кого вижу! Вот так сюрприз! Не помнишь? Севрюшкин! Неужели не узнал? И ты, брат, переменился? Был спичка, смотри, как разнесло! Только по носу и можно узнать таким же косяком, как прежде. Ну, женат? Холост? Где живешь? Ну, брат, здорово, здорово! и так далее. Второй тип встречает вас иначе. Вы замечаете уже несколько минут какого-то господина тусклого вида, который мнется и пристально на вас посматривает, как бы желая обратить на себя ваше внимание. И между тем, всякий раз, как вы оборачиваетесь в его сторону, глаза его застенчиво опускаются. Он делает вид, будто собирается уйти. Вы сторонитесь, даете ему дорогу. Он тогда тихо, колеблющимся голосом говорит вам, ты, кажется, не хочешь меня узнать? А как же, как же, очень рад, восклицаете. Вы, решительно теряясь в догадках. Тетюшкин, помнишь, продолжает он, сколько времени не видались. Ох, 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 а я, братец, давно от всего отстал. Поселился под Лебобруйском в деревне, в глуши, имея шестерых детей. Старший, Петр, уже офицер, женат. Второй, Вася, моряк, с детства имел пристрастие к морю. Три дочери замужем, куча внучат, очень счастлив в семье, жена прекрасная женщина. Будешь проезжать по Варшавской железной дороге, заезжай к нам в Бобруйск, будем тебе очень рады. Вы изъявляете, конечно, полную готовность и с чувством жмете ему руку. Памиров не был ни тем, ни другим, но представлял нечто среднее пропорциональное между двумя названными типами. Продолжая в меня всматриваться, он правую ладонью не переставал ласкать цилиндр, очевидно, не только переживший зиму, но достаточно настрадавшийся в минувшую дождливую осень. А я к вам с просьбой, прервал он наконец молчание. Я слышал, вы хорошо знакомы, даже близки, мне говорили с «экс». Не бутрие в какой-нибудь специальности. «Что такое специальность?» «Специальность?» «Лас специалите», воскликнул он с улыбкой. «Я думаю, экс, прежде всего нужны люди известного положения, известного круга. Впрочем, я готов исполнять, какие ему понадобятся поручения. То, что он хочет, а лишь бы определиться. Я обращался в прежнее мое министерство «Ла шанселерии». Помните? Просил не бог знает чего. Просил назначить меня хоть консулом куда-нибудь на юг. Больше для укрепления нервов. Они у меня что-то в последнее время расшатались. Хотелось также признаться подышать другим воздухом. Здесь оставаться прискучило. «Жан ой, сэ, он не же мэтрэй кэ паралисио». Мне было отказано. «Риэ фу компли». Приходится оставаться здесь и, как ни странно, кажется, в мои лета и в моем положении приходится поступить на службу. Мои желания, мои претензио, надо вам сказать, самые скромные. Я удовольствовался бы теперь какими бы нибудь тремя тысячами жалований и квартирой. Конечно, только несколько удобной и приличной. «Танц комфортабль». «Как? Для начала?» Вырвалось у меня невольно. «Да, фу де мию. А вы находите много?» «Помилуйте, такое жалование получают только опытные столоначальники». «Врамо?» «В таком случае я согласился бы даже на две тысячи». «Этого вам так же не дадут?» «Ну, тысячу?» «Квартиру?» «И этого не дадут?» «Мон Dieu, мой Dieu, как же быть?» «Уж право не знаю». «Это ужасно». «По вам жентиле?» «Самих согласитесь, ужасно». «А юн дез абитюд». «С известными привычками». Он выронил цилиндр, поднял его с быстротой, какой я не ожидал от него, и снова принялся полировать его правой ладонью. Не желая его окончательно обескураживать, я обещал навести справки и дать знать, как только откроется что-нибудь подходящее. Он поспешно вынул из бокового кармана крошечную истертую софьяновую книжечку и подал мне свою карточку. На ней прежде всего бросалась в глаза крупная дворянская корона. Ниже выведено было красивым французским шрифтом «Муссью Атанас Депамирофф». «На карточке нет вашего адреса?» сказал я. «Да, сетон и де я муа. Я вас прошу не беспокоиться отдавать мне визит. Я положительно никого не могу принять в теперешнем моем помещении. Мне рекомендовали, я доверился и попал в какой-то туды, трущобу, кругом, бог знает кто?» «Пазеном де нотру мунд. Какая-то вся сволочь. Совестно даже встречаться на лестнице. На днях я переезжаю. Еще раз прошу не беспокоиться. Я лучше к вам зайду узнать. Я вас задерживаю. Вы собирались уйти. Ради Бога, извините меня. Впрочем, прибавил он вставая, «Скоро пять часов. Выйдемте вместе». «Five o'clock. Я в это время имею обыкновение выпить чашку чая. Five o'clock. Знаете, старая привычка». Мы вышли вместе и скоро расстались. Я, однако, его не послушал. Справившись на другой день в адресном столе, я отправился его отыскивать. Он жил в Гороховой, в одном из тех огромных домов с двумя-тремя дворами, на которых, несмотря на все предосторожности санитарных комиссий, царят постоянно вонь и нечистота, доставляемые не столько почвой, сколько самими жильцами. Мне надо было отыскать номер шестьдесят два. Дворников должно было быть несколько, но по обыкновению ни один не отыскался. Посреди двора топталась закутанная баба, кричавшая надорванным пискливым голосом. — Селедки голландские! Селедки хорошие! Но спрашивать у нее было бесполезно. Над одной дверью на длинной жестянке с линялыми кривыми цифрами разобрал я наконец требуемый номер и стал подыматься по лестнице. Она как бы служила продолжением заднему двору. С первых ступеней бросалась в нос кислота, от которой ела глаза. Зловонию немало способствовал запах, выходивший из маленьких желтых шкафчиков, устраиваемых жильцами, для сохранения провизии в надлежащей свежести. Поминутно приходилось отбрасывать ногой всякий сор, окурки, обрезки картофеля и бумаги и сторониться, чтобы дать дорогу стремительно сбегавшей кошке. На повороте каждого этажа подле дверей, обитых зеленой клеенкой с вылизавшей паклей, стояла лохань, наполненная водой с плавающими на ней золою, углями, яичной скорлупой и рыбьим пузырем. В четвертом этаже отыскал я шестьдесят второй номер. На двери была прибита надпись «Меблированные комнаты». Я потянул проволоку, служившую ручкой звонку, послышался дребезжащий звук, похожий на упавшую разбитую склянку. «Кто там?» спросил женский голос, и прежде чем я успел дать ответ, дверь отворилась. «Кого вам надо?» спросила грязного вида женщина, не успевшая с постели оправить волос. Я назвал Памирова. «А чтоб тебя нелегкая!» крикнула она неожиданно, бросаясь к плите, на которой уходило из кастрюли кипевшее молоко. Из кухни, наполнившийся вдруг чадом, шел вправо длинный темный коридор, освещаемый керосиновой вонючей лампочкой. Стены и двери, оклеенные обоими с разводами, покрыты были царапинами. Местами отпечатывалась на них вся пятерня и беспрестанно попадались бурые полосы от зажигаемых мимоходом спичек. Я вторично обратился к женщине. «Вам господина Памирова? Их, кажись, дома нет», сказала она. «А кори, что надо спросить хозяйку? Она знает». «Каролина Карловна!» крикнула женщина, обращаясь в коридору. Скрипнула где-то дверь, послышалось шлепанье туфель, и в кухне показалась пожилая, белобрысая, курносая женщина в ситцевом распашном капоте. Она точно так же, как и кухарка, не успела еще с постели приправить волос. «Кашпадин Тамиров, она ушла», проговорила хозяйка. С первых звуков можно было узнать одну из тех петербургских чухонок, которые выговаривают рябки вместо тряпки, ливки вместо сливки, ряма вместо прямо и так далее. «А вы, кашпадин, приятель мой шельца?» подхватила она, уставляя на меня заспанные глаза. «Да, знакомый». «Когда ей не знакомый, поговорить, пожалуйста, с ним. Надо платить свой комнат. Да ладно, задатка. Два месяца жила. Вашемнадцать рубль должна кашпадин Памиров. Это совсем не на хорош манер. Она утро ушла, и мадам его ушел. «Какая мадам?» спросил я, удивленный. «Он простой вейка». «Вейка?» спросил я, окончательно озадаченный. «Швея!» вмешалась кухарка. «А то просто так себе. Господин Памиров называет ее мадамой, ну и мы так же, в смех значит». Я обещал передать жильцу просьбу хозяйки и поспешил направиться к двери. «Вот тебе и супер России». И как кстати тоже эти «Five o'clock», думал я, спускаясь с лестницы. Несмотря на чувства, внушаемые Памировым, мне стало его жаль. Несколько времени спустя я мог бы найти ему скромное место, но когда письменно известил его об этом для предварительных переговоров, оказалось, он уже не жил в меблированных комнатах. Через полицию узнал я о его выезде из Петербурга. Куда он выехал? Что с ним сталось? Я не находил больше желания наводить справок. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Дмитрия Васильевича Григоровича в 12 томах. Третье вновь пересмотренное и исправленное автором издание том 11 Санкт-Петербург издание Маркса 1896 год Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург